Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует, как всегда, Алена Ариес. Я таролог и психолог. И сегодня я вам со стопроцентной точностью отвечу на вопрос, сколько будет у вас детей. Этот вопрос я очень часто слышу от многих девочек. Не именно сколько будет детей, а будут ли еще детки. А будут ли у меня вообще дети. И очень часто я смотрю именно на Таро. Будут ли детки, причины, почему нет детей. Это, конечно, я все просматриваю. Но, по крайней мере, посмотрев данное нумерологическое исследование, вы сами будете проводить это исследование. Я покажу, как вы будете точно знать, сколько будет у вас детей. И уже вам не нужно будет задавать вопрос, а будут ли у меня еще дети. Да, вы уже не будете сомневаться. Потому что данный расчет, естественно, проводится по дате рождения. Нумерология вообще наука очень и очень точная. Поэтому я всегда делаю упор, что это действительно самое точное предсказание, которое может быть. В данном случае нам с вами для начала нужно высчитать число судьбы. Но для тех, кто смотрели прошлое видео, я уже высчитывала. То есть у меня есть видео на судьбу, именно. Также по дате рождения тоже, естественно, очень точно именно. Очень точное предсказание именно на судьбу. Если еще не смотрели, обязательно его посмотрите. А сегодня именно на детей. Итак, для начала мы с вами запишем. Лучше записать. Так будет проще считать. Дату рождения. Ну, давайте возьмем. То есть я беру произвольно. 21.03.1972, например. Вы пишите свою дату рождения, естественно. И дальше мы с вами складываем все цифры. И у нас получится число судьбы. Итак, 2 плюс 1, плюс 0, плюс 3, плюс 1. 7, плюс 9, плюс 7, и плюс 2. И, естественно, считаем 3, 3, 6, 16, 23, 25. Дальше складываем 2 плюс 5. То есть складываем те цифры, которые получились. Получается 7. 7, это число судьбы в данном случае. Дальше, девочки. Для того, чтобы узнать, сколько у вас будет детей, вам нужно еще к этому числу прибавить, сколько в вашей семье, то есть сколько у вас братьев или сестер, родных, естественно. Еще считаются, смотрите, если у вас есть сводные братья и сестры, то есть по маме или по папе, или приемные дети именно в вашей семье. Тоже считаются. Поэтому прибавляем. Ну, к примеру, у вас есть одна сводная сестра по папе, одна сводная сестра по маме и один приемный ребенок. Всего получается 3. Значит, вам нужно к 7 прибавить 3. Могут быть у вас родные братья и сестры, тогда прибавляйте родных, то есть считайте, сколько именно родных у вас. Может быть, у вас нет сводных или приемных детей, может быть, просто родных. К примеру, у вас есть один брат или одна сестра, может быть, брат и сестра, или две сестры. То есть смотрите именно либо родных, либо сводных, либо приемных, но именно в вашей семье. Итого получается 10. Девочки, 10 это двузначное число. Мы его также приводим опять снова к однозначному. То есть к одному прибавляем 0. 1 плюс 0 равно 1, естественно. Но у вас могут получиться другие цифры. Например, 11, 12. Тогда складывайте те цифры, которые у вас получились. И получайте. У меня получилось число 1. Теперь я вам рассказываю по каждому числу. То есть в зависимости от того, какое число у вас получилось. Итак, для тех, у кого получилось число 1. У вас будет столько детей, сколько вы сможете сохранить. Если пожелаете, вы можете стать даже многодетной матерью. Но вас ждут испытания во время беременности и в первые годы жизни малыша. То есть не пройдет этот период для вас легко. Поэтому если вы хотите много детей, то вам стоит позаботиться о своем здоровье. Вот об этом говорит цифра 1. То есть у вас может быть столько детей, сколько вы захотите. Но о здоровье позаботьтесь до беременности. Дальше. Цифра 2. Для тех, у кого цифра 2 получилась в результате расчета, у вас будет один ребенок. Не расстраивайтесь, если хотите больше. В таком случае вам придется показать высшим силам, что вы будете хорошей матерью. Выберите достойного мужчину себе в мужья. Решите материальные вопросы в семье. Растите первого ребенка. Ну, то есть того, который есть в любви и заботе. И вполне возможно, что высшие силы предоставят вам возможность родить еще одного ребенка. Дальше. Для тех, у кого получилось в результате расчета число 3. У вас детей будет столько, сколько захотите. Но не сразу. Возможно, вас ждут долгие поиски подходящего мужчины на роль отца. Для некоторых, возможно, понадобится необходимость лечения. Или другие обстоятельства, которые будут вам мешать завести детей. Все испытания посылаются вам во благо. Для вашего развития. И вы обязательно станете мамой, когда к этому будете готовы. Дальше. Для тех, у кого число 4. У вас будет двое детей, мальчик и девочка. Это идеальный вариант. Дальше. Для тех, у кого в результате расчета получилось число 5. У вас очень большой шанс родить близнецов. Или вполне возможно, что у вас будет, но не менее двоих детей, любого пола. То есть, да, может быть мальчик и девочка 2. Мальчика или две девочки. Но очень велик шанс именно рождения близнецов. Дальше. Для тех, у кого число 6 получилось. У вас будет несколько детей от разных отцов. Постарайтесь вырастить их, уделяя одинаковое количество тепла, любви, заботы и внимания каждому ребенку. Дальше. Для тех, у кого в результате расчетов получилось число 7. Рождение детей, скорее всего, не входит в ваши приоритеты. Вы можете родить одного ребенка очень поздно. Это ваш путь, и вы вправе выбирать. У каждого своя судьба. Если все-таки хотите больше, чем один ребенок, то, как я рассказывала по цифре 2, старайтесь именно того ребенка, которого родите, одного, который будет поздний, вырастить в любви, заботе, да, и тогда вполне возможно, что высшие силы предоставят вам возможность родить еще одного. Но это если вы захотите, потому что, скорее всего, по числу 7 дети не входят в ваши приоритеты. Поэтому, если хотите, ребенок будет, если не хотите, то и не будет соответственно. Здесь даже такой вариант возможен. Дальше. Для тех, у кого число 8 получилось в результате расчета. У вас большая вероятность стать именно приемной матерью. Родных детей у вас тоже может быть столько, сколько угодно. Ваш долг и ваше предназначение дарить тепло не только своим родным детям, но и приемным в том числе. Кроме того, вы... Ну, не обязательно это будет усыновление. Вы можете, например, стать второй матерью для своих племянников, крестников, или выбрать работу, связанную с детьми. Это может быть учитель, няня, инструктор. То есть, любая работа, связанная с детьми, где вы чужих детей также будете любить, как и своих родных. То есть, это как раз таки еще вам и совет, на какой работе вы будете больше всего востребованы. Ну, и последнее для тех, у кого в результате расчетов получилось число 9. У вас будет двое детей любого пола. Так что, теперь вы точно знаете, по судьбе ли вам рождение еще детей, будут ли у вас дети вообще, и какие условия, как бы, именно по судьбе для рождения детей. Кроме того, девочки, не забывайте, нумерология рассказывает вам о судьбе, предназначенной еще до рождения. Но судьба же складывается не только из того, что до рождения вам предназначено. Это наполовину. Наполовину судьба складывается из того, что вам дано с рождения, а наполовину из ваших осознанных действий, из ваших мыслей, совершаемых день ото дня. Поверьте, жизнь человека, ваша жизнь, не прописана, как книга, от заголовка до эпилоса. Судьба, предназначенная вам до рождения, это план будущего шедевра, сценарий, список глав, в которых высшие силы легко вносят корректировки по мере вашей жизни, продвижения. Но судьба точно так же зависит от ваших дел, поступков, выбор, который мы делаем с вами, девочки, каждый день, каждый час, каждую секунду, пойти влево или вправо, сестра на этот автобус или на тот. То есть даже такие, казалось бы, такой маленький выбор, влево или вправо, с этой стороны лужу обойти или с этой стороны обойти лужу. Но поверьте мне, это все влияет на вашу судьбу. То есть мы постоянно делаем какой-то выбор. Кроме того, ваши мысли, то, о чем вы думаете, тоже очень сильно меняет вашу судьбу, влияет на вашу судьбу, на события и ситуации в вашей жизни. Так что вы сейчас услышали, что вам предназначено по судьбе, но это совсем не значит, что будет 100% именно так. То есть при желании, если вы, скажем, хотите больше детей, вы вполне можете изменить свою судьбу своими мыслями, своими действиями и поступками. Самое главное, девочки, чтобы у вас было столько детей, сколько вы хотите, и чтобы они у вас были счастливы, надо, чтобы вы сама были счастливы. Чтобы вы жили с наслаждением, испытывали именно счастье, радость, удовольствие от жизни, тогда и ваши детки будут счастливы. И вот очень хочется мне рассказать, дело в том, что мне иногда на WhatsApp пишут дети, но они что-то просматривают, как бы YouTube доступен для детей, что-то просматривают и вот иногда мне пишут дети. И написал маленький мальчик. И такой вопрос, а будет ли моя мама счастлива? Ну, он описал ситуацию, ну, совсем маленький, лет 8, я, конечно, не спрашивала, но лет 8, то есть совсем ребенок. И вы представляете, его настолько сильно волновало, а будет ли счастлива его мама? То есть это самый главный вопрос, который волновал ребенка. Да, конечно, я ему ответила, что его мама обязательно будет счастлива. с мамой, к сожалению, я не общалась, общалась только с ребенком. Конечно, когда дети пишут, я всегда отвечаю, я всегда стараюсь им помочь, поддержать. Но меня просто до глубины души задел вопрос маленького ребенка. Поэтому подумайте, что для ваших детей счастье, это когда счастливы вы сами. На этом желаю вам счастья, радости, удачи, всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариев. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok